добрый день уважаемые дамы и господа вы слушаете радио народная волна на частоте 1590 м на нашем веб-сайте радионвси.кан ну и конечно же на нашем youtube канале наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели ну что начнем наверное с того что касается украины в частности вот списке расстрельные списки так называемые не знаю что это к чему это да но я попробую все-таки начать счет более оптимистического а именно с того что вас всех поздравлю с праздником хотя как-то институт президентства он очень сильно увы извращается и губится не слишком достойными людьми которые периодически в последнее время уже завидной периодичностью до него дорываются но тем не менее все-таки помним что сколько положительного принесли и америки и всему миру многие президенты поэтому день президента праздник конечно достойно но в действительности конечно же он должен все таки ассоциироваться поскольку чтобы уж не делить там у каждого свои представления кто есть хороший президент кто не очень конечно но в принципе надо было его по моему убеждению оставлять днем джорджа вашингтона потому что этот человек действительно был первым и лучшим но вот день рождения вашингтон как раз завтра поэтому заранее не поздравляю но может следующий раз катя говоря к этой теме так вернемся тем более великого президента в этом году юбилей кстати говоря вот ну а пока еще раз всех возьмем президента ну и теперь переходим к делам менее приятным благодарю полина волкова за помощь подготовки выпуска и знаете что цивилизованному обществу как говорил например на любимый мною уилмар кендал всегда угрожают варвары извне и еретики изнутри мы вот сегодня первые два наш сегмент как раз будут посвящены такой вот публике тем более что вы еретики которые внутри цивилизованного мира они дорвались опять же до власть и мне конечно очень неприятно что в роли варваров выступают в том числе и представители моей страны но прежде всего ее нынешние лидеры сразу вам должен сказать что я конечно собираюсь вам точно гарантировать какие-то там даты и вторжение еще чего-то это история что я вам сейчас поведаю это не означает что вот все в точности будет повторяться один в один и воспроизводится но как уж у нас последнее время повелось первый сегмент как правило строится на параллелях дня сегодняшнего и дня минувшего чтобы вы общем-то видели с одной стороны что так или иначе все увы возвращается и люди везде не только у вас везде не делают к сожалению выводов но и с другой стороны все-таки хотелось бы чтобы пусть даже только слушатели и зрители понимали что и как и старались воздействовать на политиков еще на кого чтобы действительно все это не повторялось поэтому все что вот мы сейчас с вами слышим а именно что скорее всего есть некие списки которые в случае вторжения действительно российской армии на украину будут отпущены вход и ряд диссидентов будет уничтожена арестованы так далее я в это склонен верить что касается самого вторжения сейчас не буду пускаться в эти подробности что там творится в голове у путина со товарищей не мне пытаться угадать и как уже многие говорят что похоже он сам не понимает что он будет делать дальше но разговор опять же не об этом разговор о том что традиции ликвидации людей ненужных она в общем и целом для советской системы давние и перекочевала и в том числе в систему российскую при этом я сразу вам должен сказать что остановлюсь здесь не на самых таких знаменитых случаях но самые знаменитые вы без меня можете вспомнить и троцкий и кривицкий и из недавних примеров лесен скрипаль тот же самый очень часто люди которые становились жертвами коммунистической системы вне советского союза те кто пострадал внутри советского союза все понятно они может быть даже и не заслуживают никакой нашей симпатии на самом деле ну потому что до победе троцкий не сталин вряд ли был намного лучше и тот же самый если говорить о недавних действиях тот же самый лесен тут тоже натворил делов будь здоров поэтому как бы здесь дело не в том что мы должны обязательно симпатизировать тем такового дотянулась гбш на рука или нынешние и воплощение дело в том что действительно увы но в целом ряде случаев советская а потом и российская российский аппарат подавления границ не знают и старается неугодных достать везде и в том коротком сюжете что я сейчас вам поведу изложу там будут люди достойны и люди не очень достойны прямо скажем но так или иначе всех их постигла участь так и так или иначе они погибли и здесь попали в те самые списки о которых мы снова с вами слышим я вам охвачу период с тридцатых сороковых годов может начало 50 и могу вам сразу сказать что все мои данные чтобы никто не обвинял меня в дешевой сенсационности основаны на расследованиях гюнтера райнхарта который выполнял задание вбр и комитет тогда он еще был комитетом маккормака а потом стал комитетом по расследованию антиамериканской деятельности поэтому ему я склонен доверять и так несколько персонаж персонаж первый это джульет поинтс женщина которая целиком и полностью посвятила себя американка кстати говоря целиком и полностью посвятила себя коммунистической идее обожала до сначала была социалисткой потом мне этого показалось мало она спустилась все более и более левую политику была среди в общем-то тех кто создавал компартию соединенных штатов и в какой-то момент она начала создавать шпионскую сеть которая так или иначе была связана с химическим и физическим но не совсем это красиво конечно но с с атомной промышленностью общем все что с этим связано и как принято считать та сеть которая основа которой заложила поинтс она потом преобразовалась вот этот вот в мощный атомный шпионаж который позволил выкрасть атомные секреты и перетащить их в советский союз со всеми известными последствиями но при этом в какой-то момент даже мог можно точно сказать в какой потому что поинтс как и положено прилежные коммунистки отправилась я так понимаю не один раз она там бывала в советский союз но когда она туда отправилась тридцатые годы то в общем стала свидетельницей того что здесь происходило и как со столь любимыми старыми большевиками в советском союзе управлялись но и вот как-то поинтс воспитанный все-таки в америке и имеющие некоторые представления о приличиях о том что такое хорошо что такое плохо пусть даже и коммунистической идеологии их должна была уничтожить но не уничтожила поэтому у нее стали появляться сомнения сомнения стали останаями стала делиться с товарищами по партии товарищ по партии оказались не столь в общем-то понимающими и естественно доложили куда следует после чего поинтс исчезла просто-напросто и судя по всему то есть полным полно подтверждений тому что коммунистические агенты и элементарно застрелили а потом мы избавились от ее тела и там еще даже есть какие-то показания что в какой-то момент там их даже из даже стало жалко вот такая женщина привлекательная придется ее пристрелить но тем не менее партия превыше всего и поинтс не стал с другой стороны есть целый ряд случаев которые происходили в мексике и в на кубе все-таки в америке да можно было вот такое устроить но старались коммунистические товарищи действовать на территориях так скажем менее опасных потому как в те годы все же гувер и компания ну могли мы спортить жизнь хотя как вы чуть позже услышите и в бирту и пары принесло общем-то тоже потери и например когда такой джентльмен как аркадий маслов псевдоним его партийный который тоже стоял у истоков создания коммунистического движения правда в европе в частности в германии тем не менее когда в общем-то ему стало казаться что германская германская компартия все больше и больше подпадает становится сталинистской то он начал высказывать это неудовольствие естественно тельману и компания не сильно не сильно понравилось и пришлось масло уретироваться но его в америку пускать не особенно хотели поэтому осел он на какое-то время на кубе точнее в гаване а потом с ним произошло что-то очень странное а именно вроде бы он попал под грузовик на пустой при этом улице и что самое главное до после этого после этой встречи с грузовиком он как-то еще был целый может быть что-то ему можно было спасти даже но вдруг откуда-то появилась скорая помощь которая странным образом проезжала мимо в этот самый момент хотя никто не вызывал кстати масло вы туда быстро загрузили и доставили в больницу где он в общем ты умер в скорости и что собственно говоря с ним произошло пока он в этой самой скорой помощи находился никто не знала но его спутница рут фишер она например была убеждена что тут конечно же постарались коммунистические товарищи и более того что скорее всего его ее собственный родственник даже братец это герхард айслер которого потом обретался он и в америке его оттуда выпихивали с большим трудом потому что левые за него заступали ну вот что скорее всего приказ о ликвидации масла выдавал лично айслер этот приказ был реализован ну и конечно просто-напросто что-то неописуемое творилось в мексике где во первых целый ряд высокопоставленных правительственных чиновников в том числе и министры так или иначе были связаны с коммунистами и с кремлем и во вторых что с помощью вот этой самой публики ну во первых шла шел поток беженцев которые назывались беженцы а в реальности были коммунистическими агентами или теми кто так или иначе мог ими стать так что заметьте это не вчера началось а во вторых вот в мексике где так или иначе тоже оседали некоторые беглецы от коммунистического режима которых в америке не особенно хотели видеть в ту пору еще их пытались не пускать в страну но вот в мексике до них добирались от то руля такой раз мы говорим о немецких опять же коммунистах обретался в в мексико в городе то есть и будучи вроде бы человеком вполне здоровым он однажды вдруг умер от сердечного приступа ни с того ни с сего а через некоторое время и говорить когда я говорю через некоторое время то я имею ввиду в рамках одного дня то есть чуть ли не через два часа после его смерти его жена которая тоже никогда не была замечена в депрессии и даже в случае его смерти вряд ли бы что-то с ней происходило она вдруг выпала из окна оставив после себя сразу две предсмертных записки которые по мнению экспертов были весьма и весьма странно написано и чтобы вот вы заметили пока те о ком я рассказывает все-таки были люди которые ну так или иначе не скажу что заслужили такой участи но они и на себя навлекли тем что этого монстра под названием коммунизм создавать и можно было бы отмахнуться искать допускай они друг друга гробит и на здоровье но вы страдали и люди которые в общем и целом им противостоять и не всегда для этого прибегали к усилиям да как услугам даже коммунистических агентов например известный такой итальянский анархист итало-американский карло треско которые в годы войны весьма активно участвовал в деятельности созданного итало-американцами общество маццини общество маццини ставил за свою цель и простое противостояние коммунизму и нацизму одновременно и карло треско в общем нашел там себя но его застрелили товарищи из мафии но так как товарищи из мафии хотя частенько и любили свой патриотизм подчеркнуть но на самом деле были очень серьезно связаны с советским режимом а после войны еще и подсели на наркотрафик управлявшийся бывшими ссовцами перешедшими на службу лубянку то общем тут тоже понятно куда ведут что называется не нити организаторов ликвидации карло треско в мексике например было и в той же сам за в той же самой америке что самое прискорбное например был погиб но официально он попал под поезд почему вдруг попал под поезд человек молодой человек 28 лет физически подготовленный один из лучших агентов фбр по имени мэрион дэвис это очень очень большой вопрос но дэви занимался как раз вот вопросами действия коммунистических агентов на границе мексики соединенных штатов целым рядом преступлений которые совершались вот так или иначе в приграничных районах и вдруг вот ни с того ни с сего он упал под поезд в метро в самый разгар своего очередного расследуя другой случай когда гарри берна промышленник успевший поработать в оккупационной администрации в германии когда он уже вернулся после войны на родину и хотел опубликовать целый ряд данных о том что он там видел а именно как по приказу рузвельта ликвидировались все данные о коммунистах и об их прошлом в германии как госдепартамент требовал не преследовать коммунистических агентов и так далее и плюс целый ряд преступлений коммунистов которые берна так или иначе отслеживал он хотел это во первых публиковать во вторых пользуясь своими связями как успешный промышленник открыть ряд расследований но неожиданно тоже где-то в начале 50-х он умер от сердечного приступа никогда до того не жалуюсь на сердце в мексике еще можно вспомнить хайнриха гутмана журналиста который разоблачал и аж и осевших в мексике нацистов и работавших там коммунистов и в частности как раз он например занимался расследованием того как журналистским как вот эти самые беженцы там частично из испании частично еще откуда-то используются для проникновения для того чтобы в америку проникали коммунисты ну и то же самое с гутманом опять произошла очень странная вещь он вдруг выпал из трамвая едущего да тоже получил травму а в больнице что-то долго к нему никто не подходила его там бросили и почему-то игнорировали и не говорю что все врачи то были коммунистическими агентами нет вопрос в том пока он там лежал всеми брошены кто к нему мог подойти доделать начато тем не менее гутман тоже умер в больнице после вот этого самого падения ну и завершая уже до завершая эту мою не слишком радостную историю напомню что и дипломатические сотрудники были вполне себе жертвами и могли попасть в эти списки в частности военно-морской этаж в будапеште вильям карта когда после процесс начале пятидесятых тогда когда коммунисты уничтожали во-первых венгерское консервативное правительство неожиданно пришедшие к власти в сороковые и с чем их коммунисты не могли естественно мириться и его в конце концов уничтожен но и попутно ряд американских бизнесменов кто пытался в это время работать в венгрии их спешно обвинили в шпионаже посадили и так далее и карта собрал целый ряд данных о том что как эти как эти признания получались он должен был их довести в австрию но в поезде когда он ехал по австрии уже вдруг он пропал а потом его тело нашли на рельсах но якобы он тоже выпал хотя потом удалось выяснить что где-то там работала в том же самом поезде команда довольно известных в европе восточноевропейских агентов коммунистических разведок и смерть карпа она в общем тоже вполне себе увы вписывается вот в эту вот общую картину то есть вот ведь лишь несколько событий это тридцатые повторяю сороковые начала пятидесятых годов таких случаев был к сожалению гораздо больше я только вам рассказал о самых некоторых и постарался охватить еще раз повторяю и коммунистов вы тех кто с ними боролся потому что могли добраться до всех сейчас можете сказать время не то и я с вами был если кто-то нет скажет я с вами извините не соглашусь склад ума у нынешней российской власти все тот же преступно шпионский мафиозно шпионский и поэтому когда появляются данные о том что есть подобные списки я посоветовал быть не обязательно верить всему естественно самоса но быть в общем и целом внимательными и бдительными потому что эта публика не меняется они могут достать если захотят очень многих и не стоит их в этой области недооценивать и отмахиваться от этой опасности и что самое главное как ведь в безопасности не может чувствовать себя никто не те кто так или иначе связан с коммунистической или гбшной системой не те кто пытается ее разоблачать поэтому вне зависимости от того подтвердятся или нет данные по украинским этим расстрельным списком я вам советую еще раз говорю быть внимательным такие данные они увы имеют очень сильную историческую традицию и подкреплены вот теми фактами которые я вам изложил здесь умолкаю если сергей что-то добавить с удовольствием передам слово относительно списка точно сказать не могу может быть это один из элементов который предусматривает смену режима в украине поскольку я пытаюсь понять цель и так сказать действий путина пытаюсь понять чем руководствуется байдена его администрация в своих действиях и прихожу к выводу что но путин наверное заинтересован в том чтобы сменить режим с тем чтобы уничтожить гражданское общество в украине которая позволяет себе избирать президентов таких какой она хочет то самое общество то есть на протяжении вот этих лет независимости вы посмотрите сколько президентов поменялось и они менялись не с помощью каких-то ухищрений или давлений с извне а с помощью выборов то есть украинцы обладая некой внутренней свободы отдавали предпочтение тому или иному кандидату что является вообще нездоровым примером для российского режима что касается байдена этот пытается сохранить но прикрыть свою задницу скажем так поскольку политика осуществляемая данной администрации ведет к краху экономическому социальному и предстоящие выборы грозят смятением демократов но если конечно им не помогут республиканцы то они предпринимают отчаянные попытки хоть каким-то образом минимизировать те потери которые собственно избежать невозможно поэтому так сказать во первых закрыть скандал с хиллари клинтон джо байденом и бараком обамы поскольку хиллари клинтон действовала во время выборов шестнадцатого года не в вакууме а так сказать под зор под надзором администрации байда обамы байдена потому что все что происходило все эти шпионские страсти все эти криминальные действия избирательной кампании клинтона были уверен в этом на сто процентов были известны администрации обамы байдена и они как бы это крышевали это дело так вот чтобы скрыть этот скандал нагнетается обстановка отвлекается внимание как как сказал андрей ларионов это термин есть специальный это стратегическая коммуникационная кампания но таких кампаний проводится много то есть переключить внимание от преступлений демократической партии на что-то другое так вот все эти страшилки которые нагнетаются администрации байдена собственные призваны для того чтобы переключить внимание американцев на какие-то другие проблемы на внешние проблемы внешнеполитические война это вообще подходящий вариант самый подходящий вариант то есть и получается что несмотря на то что они как бы не являются друзьями я имею ввиду байдена и путина но в то же время вольно и невольно они друг другу подыгрывают и друг другу в этой ситуации помогают чем все это закончится и похоже это не закончится еще очень долго поскольку следствие даром а продолжается и с каждым с каждой новой страницы этого расследования нужно будет отвлекать внимание я думаю что вот это вот ситуация напряженности будет продолжаться и каждому новому опубликованию каких-то там материалов этого следствия будет очередной вброс по поводу очередной эскалации военных действий вот как то так хорошо давайте мы сделаем небольшой перерыв а после перерыва если вас есть что возразить возразите мне но если у вас будут вопросы уважаемые дамы и господа 847 4005 200 но уже после рекламы возвращаемся в программу час ивана денисова телефон в студии 847 4005 200 если будут вопросы звоните но сейчас вот о чем все тирании правят с помощью обмана и силы но как только обман разоблачен они должны полагаться исключительно на силу вот об этом будем говорить но давайте попробуем сначала принять звонок послушаем что думает наши радиослушатели добрый день как показывает мировая история мирных протестов против турнистр и исланистов практически не достигают цели вот я помню в венгрии в пятьдесят шестом году в праге 40 шестьдесят двадцатом году против мадуры тоже ничего не добились и вот у нас 6 января то же самое мы протестовали и они спровоцировали против сторонников америки трампа свои вот эти и вот сегодня в канаде бедные ребята вышли и что вот усилили власть приду а вот и наоборот левые руками антифы и блм его его и ранее сразу добивается успех своими погромами поджогами и так далее там было мы уже не взяли вот рука вам тоже так пример левых и начать более активные действия против коммунизма спасибо да конечно спасибо вам все таки тут сложный момент вопрос конечно же потому что да вроде бы как я не могу вас ни к чему призывает само собой рисковать чем-то тем более что и на героя не потяну но я опять сошлюсь вам и на американскую историю когда взялись американцы за оружие 18 веке и на северную ирландию где отказались ольстерцы от того чтобы им навязывалось что-то извне и это оправдало себя они до сих пор до остаются северной ирландии а вот с той поры увы да только левые предпочитают прибегать к активным боевым действиям и носили к сожалению но приносит плоды больше да и мы это видим с вами но и прежде чем мы поговорим о тупике либерализма я бы хотел сделать небольшую ремарку по поводу употребления термина либерализм а все мы хорошо знаем что то что мы сейчас называем но принято называть привыкли называть либерализм к либерализму не имеет ни малейшего отношения это это типичная левая идеология которая на самом деле является злейшим врагом либерализма как всегда леваки играют словами то они прогрессивные то они либералы украли термин внедрились украли и так далее скорее всего в истинном понимании этого смысла это не либерализм это левая идеология которая как всегда приводит к трагедиям и заходит в тупик вот это короткая ремарка который хотел сделать знаете сейчас уже спорно потому что в либерализме к сожалению уже были зерна того что мы сейчас видим просто по большому счету либерализм как некая философия свободы личности философия экономической свободы он так или иначе вообще-то был уничтожен коммунизмом и нацизм а уцелевшие либералы либо решили что им надо сохранять цивилизацию и примкнули консерватором либо решили что цивилизация западная во всем виновата и ушли совсем влево великий польский философ леш колокольский он еще где-то в конце 60-х сформулировал основу либерализма как набор законов которые ограничивают права личности с целью защиты безопасности общества и в принципе так оно и есть если мы с вами вдумаемся что действительно либерализм подразумевает что мы да вроде бы есть ряд законов которые не позволяют всем нам выходить за рамки существующих правил но с другой стороны это означает что в какой-то момент люди которые находятся у власти могут в интересах безопасности используя вот эти законы права личности уничтожить колокольский такого вряд ли об этом говорил вряд ли он так думал хотя кто знает человек был незаврядный но тем не менее вот его фразе очень многое находится что помогает осознать либерализм и то что мы с вами наблюдаем последние два года ну и раньше но особенно последние два года это как раз вот подтверждение вот этой самой единственной фразы а именно политики даже если на себя называют консервативными как в британии или еще где-то но ведут себя именно как поэтому по этой установке а именно что интересы безопасности они важнее прав личности и вот в канаде где правит либеральная партия заметься ну это уже скорее до совпадение но тем не менее это дошло до своего пика и мы с вами увидели что либерализм к тому же украшенные прелестями либерализма современного о чем сергей только что сказал а именно вот эта мультикультурность какие-то абстракции и абстрактные заявления о том что канада это постнациональное государство то что уничтожение кстати говоря по большому счету принцип разделения власти то есть есть конечно но когда папа труда папа который он еще восьмидесятые годы провел ряд реформ о чем сегодня многие не помнят и например расширил право верховного суда и верховный суд стал делать примерно то же что он делал в америке 60 но с гораздо большей прытью но и получилось что набора вот так назовем это та разрушительная сила что было изначально в либерализме плюс либерализм современный на канадской основе со всеми вот этими мультикультурными и якобы общей национальной общей мировыми и общечеловеческими ценностями привели к тому что как предрекала другой великий человек рейган мы увидели с вами тот самый фашизм в облике либерализма потому что власти делают абсолютно все что им заблагорассудится и делают это в стране которая ну как никак связана с британской культурные и политической традиции пусть даже британцы тоже далеки от идеала и наблюдая за всем этим мы с вами еще видим кстати говоря и то о чем предупреждали многие другие консервативные интеллектуалы но сергей тоже процитировал оруэлла в начале сегмента это конечно консерваторы так себе хотя спорный момент консерватизм оруэлл никак нибудь другой раз а вот кендалл мой любимый он например говорил что любимые либералами открытое общество она приведет либо к тоталитаризму потому что будет означать что будет всех не согласны к с этим открытым обществом будет подавлять и угнетать либо к полному расколу общества и 2 2 маты и больше враждующим группировкам канада опять нам все это показывает проблема в том что на канаду никто к сожалению опять мало кто смотрит то есть нам рассказал что там фашисты но консервативные политики вы не очень тоже до республикан что-то говорят но мало в британии я вообще не слышу осмысленных каких-то осуждение режима трюдо ну есть да но должно быть больше и в результате вот мы с вами действительно имеем что у нас есть путин с товарищем си а с другой стороны у нас есть трюдо которые в самом сердце нового света вот творит то что творит потому что это безусловно либеральный фашизм в чистом виде и это к сожалению достойный если можно это слово использовать финал или деградация той самой либеральной идеи которая вот казалось в руках левых и превращена мы с вами сами видим во что и как канадцы будут выкручиваться я не знаю там есть области разумные прежде всего на западе альберта например и правда они ухитрились пятнадцатом году я помню избрать впервые там за полвека социал-демократов но вроде в девятнадцатом от них благополучно избавились и есть даже движение за отделение западной канады то есть сама альберта от страны но выход это или нет мне сказать все таки сложно поэтому я тканой симпатизируют там много чего хорошего она миру дала их смысле и в культурном смысле и в спортивном тоже но тем более да и создавали ее любезные моему сердцу шотландцы в основном но сейчас они себя сами загнали в угол и как они с этим разберутся я если честно не знаю но для меня важно то что вот то что мы там наблюдаем это предупреждение всем тем кто продолжает верить в современный либерализм это его закономерный исход поверьте мне здесь я умолкаю потому что мне пришел хотелось про одного человека буквально говорить буквально один научно печальному поводу буквально один вопрос не является ли это подтверждением теории что демократия так или иначе приводит к тоталитаризм сложно сказать но то что в демократии заложен саморазрушительный элемент это безусловно это что демократия означает то что людям надо если они если демократия то то что хотят люди а люди хотят если муж честно говорим поменьше работать побольше получать денег и побольше безопасности то действительно демократия она может привести к такому вот поэтому как говорил джон джи один из отцов основателей чистая демократия как чистый спирт его нельзя употреблять это плохо закончится хорошо теперь памяти орурка до последние на сегодня выучат нас сегодня выпуск получается мрачноватый ничего не поделать на прошлой неделе скончался сатирик патрик джейк урурк которому в этом году исполнилось бы 75 лет но вот увы не дожил он до этого орурка личность уникальная на самом деле для американской современной культуры человек который начинал как крайне левой хиппи и все такое но потом повзрослев в общем-то понял он что и как и стала сатириком такой право-либертарианской направленность да он был республиканцем но это был человек который как всегда высмеивал всех и демократов и республиканцев и кеннеди никсон и рейгана хотя за него голосовал о чем сам говорил и буша и клинтона и кого угодно трампа сразу вам предупреждаю орурк не принял как хотите к этому относитесь но для него трамп не был тем человеком который воплощал консерватизм по орурку но я считаю что это не проблема потому что сатирик он и должен высмеивать тех кто у власти и личные отношения здесь не важны важно то что урк совершил своего рода переворот потому что он всем показал что нет вот этого представления что консерваторы все мрачные унылые так далее что консерваторы могут быть юмористами консерваторы могут высмеясь смеяться над собой консерваторы могут высмеивать существующие пороки с правых позиций пороки общества и делать это очень очень успешно орурк по целому ряду книг рекордов и так далее было самым цитируемым англоязычным юмористом и даже самым англоязычным автором вообще современность ну тогда он числился среди живущих сейчас к сожалению он уже под эту категорию не подпадает и это действительно его достижение у арурка очень много книг я вам три так порекомендую посоветую самая его знаменитая конечно вот это вот парламент шлюх до парламента хорстом названную издание могут быть разные но название я думаю вы все видите до парламента хорст и имя автора до патрик джей корок эта книга 91 года она описывает как работает американское правительство с одной стороны она очень точная в научном смысле с другой стороны смешно другая потрясающая его книга тоже его прославивший это отпуск в аду холидей сын хелл видите да патрик джей корок холидей сын хелл она основана на его путешествиях по миру как журналисты международника тоже здесь очень много смешного и замечательных его наблюдений но и мой личный фаворит это книга вот такая вот эйчент гайл сейчас где тут у нас название да сначала имя еще раз авторы да вот так вот она оформлена но по крайней мере то издание что у меня и и вот название эйчент гайл бит йос и на сенсанта бэд хэркат это сборник его работ начиная соистики колонок еще с того момента как урл был левым и он это очень смешно обыгрывает свою левую молодость ну и заканчивая вот урл ком современ и чтобы в общем немного вам создать представление о том кто же такой рук несколько цитат из него может не самые смешные но которые да спада позволит вам понять кто это такой и так патрик джейк урл к несколько цитат я пишу с консервативных позиций консервации выступает за ограничение полномочий правительства немного правительства как и немного удачи конечно необходимо но только глупец целиком довериться им к тому же консерватизм американском понимании философия которая опирается на личную ответственность и прославляет индивидуальные свободы орка себе меня считают юмористом не знаю почему как не знают те 30 или 40 человек которые покупают мои книги не будучи родственниками или друзья с другой стороны то что я пишу оказывается на книжных полках рядом с мемуарами майкла дукакиса или трудами вроде три миллиона забавных вещей которые можно сделать с лягушкой предварительно сев на нее наверное я действительно юморист о чрезмерной религиозности если бы богу было угодно чтобы мы столько времени проводили в церкви он дал бы нам задницы побольше но голову поменьше рурка себе я в молодости я верил что богатство надо делиться с народом но в первую очередь со мной однако враждебное большинство упорно не желал этого делать пришлось искать работу о рурка о левых и внешней политики цивилизация гораздо лучше чем ее отсутствие ни один побывавший в восточной европе здравомыслящий человек это конец 80-х не сможет переносить варварство левых анархисты из студенческого общежития стоит провести час в бейруте западная цивилизация лучше всех остальных она единственная проявляет заботу к обычным и мало примечательным людям вроде всех нас и мы окажемся в дураках если не будем защищать западную цивилизацию а продвигать границы цивилизации пусть и с помощью оружия далеко не самая худшая вещь советский союз многие страны бедны страдают от политических проблем но ссср огромная страна со всеми необходимыми ресурсами и миллионами образованных людей и россия всегда была частью пусть своего рода и слабоумной сестрой западной цивилизации этому месту нет прощения к сожалению довольно точно демократы отбросы мира политики республиканцы отбросы мира бизнеса что тоже очень и очень точно и в заключении до время же поджимает почему наша страна так сурово к нашему умному и трудолюбивому племяннику израилю неужели мы так завидуем израильским успехом мы последнее наверное сегодня почему киплинг поддерживал империализм он верил в цивилизацию он верил свободу справедливость равенства перед законом и пользу материального прогресса и раз мы обладаем свободой справедливостью и равенством перед законом то наш долг протягивать руку цивилизации пусть нам и норовят откусить пальцы если цивилизация все же победит во всем мире то не надо радоваться и считать случившиеся великим триумфом это будет просто исполнение наших обязательств сейчас урок уже сэмюэлом джонсоном хенри луисом менки на мемброзом бирсом и теми великими людьми которых мы тоже цитируем и с тем же уралом стать уже даже неосознанно и поэтому соглашаетесь вы или не соглашаетесь с отдельными его оценками всем вам советую его прочесть это тоже будет такая дань уважения дню президента и американской культуре в которую рурка внес огромный вклад но она сегодня видимо мне пора умолкать обычно день президента мы как бы ставим при рекордом записи программы поскольку это праздничный день но тут фейсбуке довольно часто встречалась открытка что день президента отменяется до тех пор пока не выберем президента настоящего так что мы сегодня работе и хоть еще одна цитата изурук его речь 92 года говорят что мы проиграли выборы нет проиграли выборы те кто нам нравится чью политику мы терпим а мы всегда были будем оставаться в оппозиции это касается не только американцев на иван огромное спасибо как всегда очень интересно содержательно и до встречи в следующий раз спасибо вам до встречи